Откровение, глава вторая Ангелу Ефесской Церкви напиши Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, Ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, И то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, А они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, И для имени моего трудился и не изнемогал, Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, И твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе И сдвину светильник твой с места его, Если не подкаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, Что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо дослышит, Что дух говорит церквам. Побеждающему дам Вкушать одрево жизни, Которое посреди рая Божия. И ангелу с мирской церкви напиши, Так говорит первый и последний, Который был мертв и все жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, Впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, Что они иудеи, а они не таковы, Но сборище сатанинское. Не бойся ничего, Что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать Из среды вас в темницу, Чтобы искусить вас. И будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, И дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышит, Да слышит, что дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит Вреда от второй смерти. И ангелу пергамской церкви Напиши. Так говорит, Имеющий острый с обеих сторон меч. Знаю твои дела, И что ты живешь там, Где престол сатаны. И что содержишь имя мое, И не отрекся от веры моей, Даже в те дни, Которые у вас, Где живет сатана, Умершлен верный свидетель Мой Анкипа. Но имею немного против тебя, Потому что есть у тебя там Держащиеся учения Валаама, Который научил Валака Вести в соблазн Сынов Израилевых, Чтобы они ели Идало жертвенное, И любодействовали. Так и у тебя Есть держащиеся Учения Николаитов, Которые я ненавижу. Покайся, А если не так, Скоро приду к тебе И сражусь с ними Мечом уст моих. Имеющий ухо Слышит, да слышит, Что дух говорит церквам. Побеждающему Дам вкушать сокровенную манну, И дам ему белый камень, И на камне Написанное новое имя, Которое никто не знает, Кроме того, Кто получает. И ангелу Феатирской церкви напиши, Так говорит Сын Божий, У которого очи, Как пламень огненный, И ноги подобны Халка Ливану. Знаю твои дела, И любовь, И служение, И веру, И терпение твое, И то, что последние дела твои Больше первых. Но имею немного против тебя, Потому что ты Попускаешь Жене Иезавеле, Называющей себя Пророчицей, Учить И вводить В заблуждение Рабов моих, Любодействовать, И есть Идола жертвенная. Я Дал ей время Покаяться В любодеянии Ее, Но она Не покаялась. Вот я Повергаю Ее на Одар И любодействующих С нею В великую Скорбь. Если не покаются В делах Своих, И детей Ее Поражу Смертью, И уразумеют Все Церкви, Что я Есмь Испытующий Сердца И внутренности, И воздам Каждому Из вас По делам Вашим. Вам же И прочим Находящимся В феотире, Который Не держат Всего Учения И которые Не знают Так называемых Клубин Сатанинских, Сказываю, Что не наложу На вас Иного Времени, Только то, Что имеете, Держите, Пока Приду. Кто Побеждает И соблюдает Дела мои До конца, Тому Дам Власть Над Язычниками И Будет Пасти Их Жезлом Железным, Как Сосуды Глиняные, Они Сокрушатся, Как и Я Получил Власть От Отца Моего И Дам Ему Звезду Утреннюю, Имеющий Ухо Слышит, Да Слышит, Что Дух Говорит Церквам. Конец Второй Главы Продолжение следует... Продолжение следует...